Сегодня в кадре Нина Голохвастова, 90-летняя модница и активистка. Больше полувека занималась финансовой деятельностью, а на заре карьеры трудилась в кинопрокате Благовещенска. Считает, что активное долголетие в генах. Даже в солидном возрасте Нина Илларионовна соблюдает ритуал красоты, любит наряжаться и кататься на лыжах. Это ритуал, можно сказать, что я даже не могу иногда, чтобы сесть завтракать, чтобы я даже себя не привела в порядок. Хотя я одна живу. Ну так вот меня вот, я или привыкла, может быть, или что это, у меня всю жизнь так вот. И, наверное, это от мамы перешло так, что я не могу, и у нас все так вот. У меня сестра одна и вторая, но когда бы я ни пришла, я только вижу, что она всегда, у нее макияж нормальный. А вот тут моя гардеробная. Вот здесь все платья. Вот мой костюмчик, это костюмчик я шила сама. Это такая юбочка и вот этот пиджачок. У меня двое детей, я все сама вшивала, купить ведь нечего было. Вот мои награды. Дитя войны. Но одна у меня награда вот здесь вот, Ленина, она сейчас числится как отличник трудового фронта. У меня мама и папа, они с Украины. Киевская область была, город Умань. Но сейчас Черкасская. Вот мы жили в этом городе. А после революции, как вот началась вот такая вот эта самая, они переехали на Дальний Восток. Они переехали в Завитую, потому что все родственники уехали туда. Папа пришел с работы и маме сказал, что началась война. Я помню, мама расплакалась. Все были голодные, холодные, как говорится, и босые. А мы даже вот со второго, с третьего класса уже все нас отправляли в колхозы. Мы картошку садили, перебирали какие-то такие, значит, амбары. И перебирали мы эту картошку, вот это самое. Собирали мы колоски. Мы еще ничего, потому что отец как-то все равно, он работал и сутками, и ночами работал он все. Но все равно он как-то помогал, пойдет на охоту, там на рыбалку ходили. Отец на фронте не был, хотя он был уже в таком возрасте, он работал в какой-то секретной такой части. Всегда, я знаю, ходил с пистолетом. Поэтому и был на броне, и поэтому он в армию его на фронт не взяли. Мама молодого хозяйка воспитывала нас. Наша семья была очень дружная. Было две сестры старших, я самая меньшая в семье, брат. Брата Леня, Леонид, сестра Лена, Лида, и я самая младшая. Была родная сестра маминого отца. Ей было за 100 лет. Сестра вот эта старшая Лена, и она каждый год на 9 мая приезжает сюда. Она у меня старше, ей уже 94 года. И сейчас вот она в Вильнюсе живет с сыном, но она очень хочет приехать сюда в гости. А Лида, в Заветинске она живет. Ей уже 92 года. Она старше меня на 2 года, на 2-3 месяца. Ей тоже. Вот у нас такие долгожители. Правда, брат уже умер. Ему тоже было 88 лет. 10 лет ходила в хор. У нас хор был в Заветинске, очень хороший, такой знаменитый. Мы на конкурсы ездили, везде задимали. И я исполняла и сама, соло пела, сестрой пела. Ну, а сейчас все, сейчас вот говорить не могу. Вторая дочь у меня музыкант, Ведерина Татьяна Леонтьевна. Я ей очень горжусь. Вот Танечка, вставая уже в школу, и она только заскочит, и уже она за пианино. Мы купили пианино. Она же сидит, играет. Она минуты была, не пропускает, чтобы она не играла. 55-56 год я в этом здании работала диспетчером, старшим диспетчером кинопроката. До этого я работала на Украине, вот монтажницей, старшей монтажницей, браковщицей. Потом, значит, я работала, значит, диспетчером. И здесь, очевидно, не хватало, а может быть, и надо было, потому что они меня сразу взяли с удовольствием. Это была советская власть. И были, конечно, в фильмах ничего страшного не было. Ну, было, знаете, как поставлена вся, что нельзя было, да, даже в этом фильме, какой-то поцелуй, парень с девушкой поцеловался, уже это надо вырезать, уже не показать. Или, может быть, какие-то танцы, какие-то были. Трофейные мы фильмы получали в основном. Были там такие моменты, что, ну, ничего такого не было. Ну, танцевали, как-то ноги вот так поднимали, значит, все, уже надо было не показать, людям надо было вырезать. Мы это, значит, все вырезали. А моя работа была в основном, я планировала всему, значит, нашему Благовещенскому району. Вот, все были, значит, фильмы получали. И я с ними работала, планировала эти фильмы. Очень люблю зиму, потому что я в детстве каталась на коньках. Очень всегда. Коньки, лыжи и лыжи. Но лыжи – это все. Это мое хобби, это моя радость. Я, когда становлюсь на лыжи, я, наверное, молодею, потому что мне так это хочется покататься. До сих пор? До сих пор времени. Я катаюсь на лыжах. У меня четыре внучки и семь правнуков. Так что я богатая бабушка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова